Привет! С вами Лора Вайс. Третьего дня, как прочитала произведение Людмилы Клемят, «Другая Вера» – жанр юмористической фэнтези попаданца. И уж очень запала в душу история. Да, она еще пишется, но слог автора, тонкий юмор, в данном случае самоирония героини, зацепили, крепко зацепили. Сюжет крутится вокруг писательницы-сказочницы Веры, 30 с небольшим лет. Девушка она умная, чуть ли не постигшая квинтэссенцию жизни, имеющая за плечами неудавшиеся любовные романы, однако стоически выдержавшая все превратности судьбы и, казалось бы, живущая себе спокойно. Пишет сказочки, издается. Но случилась тут оказия, не нужны стали ее непорочные фэнтези-истории. Издательство требует горяченького, эротики, страсти. И чтобы написать достойную книгу эротического содержания, Вера решается использовать как опыт подруг в сердечных делах, так и свой личный, для чего открывает, по сути, ящик Пандоры, откуда непременно выползают призраки прошлого, а точнее, некогда горе рыцаря ее сердца. Но, как известно, кто старое помянет, того засосет в параллельный мир. Так и происходит с героиней. Она сталкивается с альтернативной версией себя и теперь должна спасти свое второе я, не потерять связь с реальностью и найти истинную любовь. Качественный слог и понимание жизни в ее самых привычных для нас формациях вызывают уважение и желание читать дальше. Героине веришь, за нее переживаешь, несмотря на столь короткое знакомство, а параллельно вспоминаешь себя до и себя после. Начинаешь оценивать свои принятые решения в определенные временные периоды. И для меня это очевиднейший плюс, показатель того, что эмоции в книге реальные и настоящие. Подводя итог, хочется пожелать автору вдохновения, чтобы история продолжала радовать оригинальностью и в то же время жизненностью происходящего. А пока на этом все. До скорой встречи. Услышимся!